Всем привет! Продолжаем звучать Spring. Продолжим с того же места, где закончили. Где закончили. Вот наш проект. Сегодня-сегодня мы поговорим о конфигурации. О конфигурации, которая возможна в Spring. А конфигурация в Spring она такое ощущение на все случаи жизни. Вообще все, что угодно. Все, что угодно. Все, что вам может быть понадобится. Итак. Итак, и так, и так. Но перед тем, как перейти непосредственно к конфигурации, я хотел бы еще немного поговорить о Spring тексте и снова показать, так сказать, что есть под капотом. Для этого можно воспользоваться Command Onliner и Application Runner. В общем, интерфейсы, благодаря которым мы можем осуществить некоторый код перед тем, как наше приложение непосредственно стартанет. Зачем я это хочу вам показать? Чтобы показать, какие, какое у нас собственное окружение, что у нас Spring поднимает. когда наше приложение запущено. так, смотрим, что Command Line Runner у нас функциональный интерфейс, поэтому мы можем воспользоваться лямбда и принимать какие-то аргументы. окружение, 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 окружение. Для этого есть такой метод getBinDefinitionsNames и и и и теперь обычный forEach string beans так, а хотя раз мы тут пишем лямбды, давайте изменим все на лямбду. Все на лямбу. Будем использовать так restream теперь рассортируем его и что я хочу? Я хочу вывести все на экран. systemout printl и теперь нам осталось все это пометить в бином. Теперь запускаем все это дело и смотрим, смотрим что произойдет. И как мы видим большая-большая простыня из различных бинов. То есть помимо вот ваших помимо ваших запустится очень-очень большое количество различных бинов. бинов. Видите, у нас здесь дата сорсов что-то относится. JSON то есть очень-очень много поднимаются различных бинов которые которыми о которых мы можем даже и не догадываться вот наш data source вот наши бины так так-так-так-так вот такое наше окружение теперь теперь-теперь теперь теперь давайте посмотрим так теперь давайте посмотрим снова на эту составную enable auto configuration это значит все то что мы только что сейчас видели то есть поднимается какая-то автоматическая конфигурация все вот эти левые различные бины которые на первый взгляд может быть и не очевидны и даже не нужны но здесь нас сейчас интересует следующая component scan что это значит это значит что бины будут пытаться обнаружиться вот в папке нашего проекта и только здесь ранее интересно давайте создадим какой-нибудь бин чтобы убедиться что это в действительности так и создается что поиск происходит только внутри проекта если мы используем component scan без различных без различных дополнительных указаний создадим здесь файл и создадим и создадим метод learnme который просто будет возвращать строчку строчку в стиле closure окей окей используем функцию memos и функции your work your work это то каким образом можно использовать мимоизацию то есть вы просто используете слово используете функцию memos кому интересно тот посмотрит но очень прикольная штука то есть вам не нужно писать шаблонный код для какой нибудь функции чтобы 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 работать с мимоизацией так вот ради чего я все хотел показать допустим это у нас какой-то сервис и мы и мы хотим им воспользоваться для этого производим аналогичные действия как мы поступали sound animals но на сервис мы попросим наш наш бин может показаться что все сработает на ура но как я уже сказал важна область область видимости и мы создали наш бин вне-вне основной папки нашего проекта давайте посмотрим и как вы видите ошибка no bin closure available то есть наш наши дефолтные настройки не способны искать бины за пределами за пределами основного имени то есть нам нужно уточнить я вот это кстати закомментирую чтобы каждый раз это простынение видеть то есть нам нужно воспользоваться аннотацией component скант и указать и указать папку в которой мы будем искать дополнительно снова перезапускаем наше приложение и что мы видим на сервере все работает все работает вот наш closure вот наш horse то есть мы здесь я указал папки в которых производится поиск то есть в основной папке нашего проекта и также в папке outside и теперь теперь все работает то есть вот это аннотация component scan она работает с основной папкой нашего проекта если вы хотите добавить что-то извне то придется настраивать теперь об об теперь поговорю продолжим разговор о аннотации и скрытых аннотациях то есть как вы знаете у нас есть у нас есть значит сервисы репозитории компоненты пины и контроллеры и рейс контроллеры в прошлом видео когда я рассказывал про простой сервис ресервис я говорил что если вам если вы не указываете что вас ваш конкретный контроль является рейс контроллера вам нужно будет у ваших методов дополнительно помечать дополнительные аннотации респонс более если мы посмотрим что из себя представляет аннотация контроллер рэс контроллер то мы увидим что это составная составная аннотация вот наш респонс боди и вот наш контроллер то есть когда мы помечаем наш класс целый класс рэс контроллер мы подразумеваем что методы у нас автоматический респонс боди теперь поговорим о бинах о бинах о бинах теперь поговорим давайте о бинах и о том как их можем регистрировать как видите до текущего момента мы пользовались одной возможностью это методом аннотации но помимо метода аннотации мы можем регистрировать наши бины методом 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 java base класс то есть мы заводим специальный класс помечаем его аннотацией configuration и там прописываем бины которые мы хотим и у нас есть еще один метод это наверное олдскульный сейчас он используется я предполагаю в основном старых проектов он основан на xml давайте давайте сперва продемонстрируем а прежде чем продемонстрировать данные данные оба данные данные оба метода конфигурации предлагаю создать сервис но который мы не будем объявлять как бин так вот я создал 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 файл ой класс который по идее у нас должен бин но если мы запустим естественно мы сейчас ничего не обнаружим поскольку он у нас никак никак не помечен то есть на текущий момент spring context не понимает что это бин то есть если мы попытаемся взять его таким же способом как мы пытались взять клажуру то мы естественно получим ошибку потому что spring context не превращает любые классы в автоматический бин нам нужно каким-то образом указать что это у нас будет бином итак давайте 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 сперва создадим на основе xml xml вот наш стандартный подготовительный файл папки ресурса appconfig здесь идея нам автоматически поставила в библиотеке и теперь нам нужно указать что наша скала является бином для этого нам нужно прописать имя по дефолту как имя класса то есть только первая буква с маленькой с маленькой буквы ой маленькая в нижнем регистре и нам нужно указать класс также здесь можно указать дополнительные настройки например scope и многие другие методы инициализации как видим ладно давайте тестировать мы зарегистрировали наш файл и как вы видите опять произошла ошибка в чем же дело а в том что помимо того что мы прописываем в нашем xml файле бины которые должны быть мы должны еще в нашем основном в стартом файле прописать конфигурацию импорт ресурса импорт ресурса и здесь мы должны указать путь к нашему ресурсу в данном случае у нас это файл апп конфиг xml и перезапускаем и в данном случае все работает на ура вот наш скалабин скалабин второй минус который мы разберем это мы разберем файл для этого удалю отсюда это на основе java base на основе класса для этого мы создадим папку конфиг и в нем создадим файл app config нужно пометить аннотации configuration что мы хотим сделать мы хотим сделать чтобы вот этот клаш наш стал бином для этого идем в наш файл конфигурации и создаем метод по сути дела как будто бы метод конструктор как будто бы метод конструктор и пометить его нужно что это у нас бин что это возвращается бин давайте попробуем в стиле tdd запустим приложение но без 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 указания что это бин то есть у нас приложение должно зафейлиться и как мы видим в действительности наша скала нашу скалу найти не могут теперь идем и помечаем качестве бина и перезапускаем наше приложение и как мы видим сейчас все работает все работает то есть наша скала наш скалобин снова был обнаружен то есть давайте повторим существует три основных существует вообще три метода регистрации бинов чтобы спринт контекст их обнаружил мы должны воспользоваться либо аннотациями например вот аннотацией сервис либо xml xml файлом то есть мы в папке ресурса создаем файл в котором мы прописываем бины естественно естественно нам нужно использовать вот это пространство имен вот эти вот чтобы правильно зарегистрировать но если мы используем xml то нам нужно нам нужно указать импорт ресурса то есть какой файл мы должны прочитать и третий способ это способ основанный на собственно самих java классах то есть мы берем какой-нибудь java класс помечаем его как configuration с помощью аннотации configuration и внутри класса мы мы создаем скажем так методы конструкторы которые возвращают конкретные бины и каждый такой метод конструктор скажем так мы должны пометить его что это у нас бин вот такие три основные метода также иногда бывает необходимо прочитать некоторые настроечные строки например допустим у нас есть некоторый файл property с property и там есть некоторые настройки которые мы хотим использовать в нашем приложении как их можно изнять скажем они нам нужны для инициализации какой-то части нашей программы как мы их можем изнять для этого для этого идем инициализации конфигурационный java-класс мы будем пытаться доставать вот это значение с сам монада и допустим этот это значение у нас будет у нас будет использоваться когда мы будем инициализировать скалу скала-класс для этого мы заведем здесь приватное поле конструктор и используем при построении ответа learn ok теперь 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 нам нужно идти в конфиг и прописывать и прописывать следующие вещи мы пытаемся изъять наше значение здесь используется следующий синтаксис доллар скобки и имя имя переменных которые присутствуют у нас в нашем файле с прокрытиями и теперь каким-либо образом назовем это например это у нас будет пабли стринг монады монады давайте напишем даже конфиг монады и мы используем при конфигурировании нашего скала скала бина окей если мы запустим сейчас сейчас как видим все нашло нашло это правда меня немного удивляет что все нашло потому что я вот смотрел пример предварительно и здесь например сказано что нам нужен специальный бин который все это дело нам отыщет который ответственен за поиск и причем он даже тут необычно он помечается как статик и здесь пишут что мы создаем статический пин чтобы 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 быть уверенным в ранней в ранней в ранней в ранней инсталляции и который будет ответственен за за инициализацию соответствующих бинов то есть по идее мы должны были написать что-то типа вот этого но если все работает может это это уже может это уже подразумевается класс пад может это аннотации достаточно может быть это аннотации уже достаточно просто указать нужно проперти и автоматически подключится при конфигирировании окей ладно 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 так напоследок 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 хотел бы сказать несколько вещей любой 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 бин по дефолту имеет single scope single scope то есть что значит single scope это значит что он переиспользуется то есть вот наш бин например мы могли написать scope и тут value и тут value по дефолту single должен быть вроде как но возможно и другие как prototype например single scope это значит в любом месте где мы пытаемся куда мы пытаемся внедрить например бин какой-нибудь да будет внедряться один и тот же бин один и тот же экземпляр а если мы хотим чтобы каждый раз внедрялся новый экземпляр для этого мы используем тип prototype существуют и другие разновидности scope о них вам придется читать самостоятельно и мне тоже знаю что есть скопы связанные допустим с самим аппликейшеном есть скопы связанные с работой в вебе то есть связанные сессии или связанные с реквестом уху ну пожалуй пожалуй наверное на сегодня все в следующий раз в следующий раз все-таки хотя давайте вот раз мы затронули тему конфигурации заглянем еще туда куда следовало заглянуть в самом начале это в помп файл где прописываются различные dependency то есть что нам что тянется автоматически прошу заметить что вот если вы работали с более старыми версиями более старыми версиями да спринга то там и классическим спрингом не бутом то там присутствовала абсолютно другая других зависимости здесь сделали все компактно но не так очевидно что я имею ввиду например вот это вот dependency автоматически автоматически подразумевает что мы используем хибернейт так вот вот наш хибернейт корр то есть не сразу очевидно но вот это одна большая dependency тянет множество других и автоматически и например можно хотя 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 ну вот основная идея что мы вроде как компактно все записываем но не всегда очевидно что внутри на самом деле содержится с другой стороны нам поставляется сразу стандартный минимальный пакет который нам необходим для формирования нашего приложения то есть есть плюсы и есть минусы но мы всегда можем произвести более тонкую настройку что я имею ввиду например вот здесь если бы мы не хотели не хотели пользоваться хибернейтом мы могли бы написать эксклужен и здесь например вот я взял исключил исключил EntityManager но тогда если мы хотим пользоваться GPA GPA напоминает всего лишь интерфейс нам нужно будет подключить некоторую другую реализацию типа EclipseLink например но нам нужна будет другая реализация то есть Spring нам дает очень большой очень он предоставляет нам большую помощь в виде поставки стандартного оборудования скажем так но если это оборудование нас не устраивает мы всегда можем заменить и пожалуй на сегодня все в следующий раз действительно начнем говорить о IGP непосредственно непосредственно хватит откладывать хватит откладывать я так так вот 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 вот